Я уже говорил и не устану это повторять, что Франция это страна про еду. Сегодня воскресенье на часах 8 утра. Закрыто все, кроме одного заведения. Это булочная. Булочники во Франции работают с 4-5 часов утра, так чтобы каждый француз, проснувшись утром, мог позавтракать свежим, хрустящим, только что испеченным багетом. Дело в том, что хрустящий снаружи багет сохраняет свою мягкость внутри всего пару часов. Именно за такое сочетание хрустящего вверх и мягкого нежного мякиша французы обожают свои багеты. Конечно, можно его завернуть в пленку, и он сохранит мягкость дольше, но это будет компромисс. Французы не идут на компромиссы в еде, поэтому покупают багет накануне завтрака. В завершение нашего разговора о багетах и булочных порекомендую вам обращать внимание на булочные с надписью «Актизан». Хлеб не хремесленный, это практически гарантия его высокого качества. Ну а за моей спиной булочная, которая пекла лучшие багеты 2012 года. Во Франции настоящий культ еды. Опоздать на деловую встречу, задержавшись на обеде, здесь совсем не зазорно. А вот просидеть в пробке – это уже и чревато для деловой репутации. Официант здесь – самая уважаемая профессия, и боже вас упаси назвать официанта «Герсон». Это слово применимо только к мальчику. Если вы так назовете официанта, расплата будет неизбежна. Во Франции больше всего мишленовских ресторанов. Еда в них дорогая, и столы нужно бронировать очень заранее. Для того, чтобы попробовать еду простую, французскую, традиционную, нужно отправиться сюда в шумный латинский квартал. Поделись еще одним секретом. Многие заведения здесь предлагают меню за 10, 12, 15 и 20 евро. В каких меню вам нужно выбрать одно блюдо из каждой категории – закуску, основное блюдо и десерт. Корций, как правило, меньше, чем если вы будете просто заказывать по меню, зато вы сможете попробовать больше. С наступлением темноты жизнь в Париже вовсе не замирает. Открываются ночные клубы, парижане собираются на мелонги, зажигательные танцы начинаются в кабаре. Первые 10 минут каждого часа Эйфелева башня рассвечивается яркими огнями. Ну а если рано утром вам не спится из-за разницы часовых поясов, то и для вас найдется развлечение. Париж – город маленький. Его протяженность с севера на юг всего 10 километров, с запада на восток – 13. Достопримечательностей здесь много, их можно объехать на автобусе, обойти пешком за несколько дней или обезжать за пару часов, как это предлагают сделать организаторы экскурсий. К сожалению, так получилось, что моя экскурсия меня не дождалась. Но поскольку я в спортивной форме и в другом конце города, то не буду отказываться от намеченного плана, побегу самостоятельно. Ну что ж, я пробежал всего полтора километра и за моей спиной уже Эйфелева башня. Скорее всего, вы ее сейчас не видите, поскольку на улице темно, а башня еще и не подсвечивается. Ну что, всего 4 километра и я на площади Согласия. Справа начинается сад Юрии, а за ним Лувр, а по левую руку Елисейские поля. По правую руку в кустах находится знаменитый Елисейский дворец. В нем живет президент Франции. Сегодня это Эммануэль Макрон. Темно, жандармы, поэтому гости к Макрону мы, наверное, все-таки не пойдем. 7 километров позади, я на площади звезды у Примпольной арки. Кстати, это единственное место в Париже, где не действует автомобильная страховка. Ведь 8 крупных улиц сходятся здесь с звездой, поэтому площадь и называется площадь звезды. Забег по Парижу, думаю, можно считать завершенным. Ну, а путешествие продолжается. Продолжение следует... Продолжение следует...